И здравствуй, товарищи, с вами вновь с этот, а вновь в Fallout 2, собственно, продолжаем проходить, остановились мы в Сан-Франциско на жутких лагах, ну вот, я сегодня запустил игру и, кажется, она не лагает. Ну что ж, надеюсь, что дальше так и пойдёт. Вот, в любом случае, как будто ни было, нам нужно обшарить здесь всё очевидно, что же ещё делать-то. Да, так что мы идём в первое же здание, которое встречается нам в городе, это вот эта вот маленькая зданица, я не знаю, что здесь, и оно полностью пустое. Ну что ж, отличная проработка декораций, надо сказать, окей, идём, можно было, конечно, дальше туда по зданиям пройтись, там какой-то чувак стоит на охране, судя по всему, вы видите охранника в свободной одежде и со скучающе подозрительным выражением на лице. А, ну хорошо, это, насколько я помню, торговая лавка, где здесь дверь? Давай ещё дверь, как мило. И, привет, поздравляю и добро пожаловать в мой магазин «Летящий дракон». Кто вы? Я Лао Чу, а это мой магазин «Летящий дракон». Многим известно, что я торгую информацией, какого рода информацией, мало что происходит в этом городе без моего ведома, разумеется, вы должны уметь задавать правильные вопросы, что вы хотите узнать. Мне нужно модернизировать моё снаряжение, мне говорили, что несколько летающих машин увезли племя дикарей в этом направлении. Ну, тем не менее, навара-то у нас уже открыта на карте, ну окей. А, нет, не сюда, они прилетели с севера и пролетали над нами, а потом улетели за море, за горизонт, черт возьми, как я туда попаду? Ну, что ж, ни одна из наших лодок не может пройти такое расстояние, разве что, разве что, разве что вы сможете привести в рабочее состояние старый танкер в догах. Посуденно, конечно, древняя, но, возможно, она ещё на что-то годится, если, конечно, дней поработать. Спросите у бродяка, они должны знать больше, спасибо, мне нужна ещё информация. Модернизировать моё снаряжение, поговорите с Крокетом из лагеря хабологов, он у них главный учёный. Ну и что ж, собственно, больше информации нету. Снаряжение, давайте посмотрим. И это первые торговцы, у которых есть действительно, собственно, деньги, настоящие деньги, смотрите, 3000, и они у них постоянно обновляются, и это так приятно. Кстати, большой набор отмычек, это клёво. И электронная отмычка, в общем, как вы понимаете, это последний город в локации, ну, не в локации, а чуть ли не в игре, но... Ничего себе, какие дешёвые книги! Это вот большая научная... А, это химические журналы. Я что-то даже не знаю, зачем они нужны, мне показалось, что это большая научная книга, они обычно стоят там по 700 за штуку. А я не знаю, что делают химические журналы, давайте один купим, так, чисто для интереса. Какая-то шила, гаечный ключ, ну, естественно, в общем, всё, что нужно, всё продаётся, и всё довольно дорого, причём. Пока что, опять-таки, пока у меня довольно маленькая репутация в этом городе. Да. Но, опять же, опять же, продать-то мне нечего. Обменяемся? Нет. Судя по всему, нет. Да, естественно, нужно сначала забрать некоторые вещи для продажи у Кэссиди. Теперь я и сам могу нести чуть больше, чем... Вообще, можно вот этот, конечно, плазмоган продать, но... Я думаю, то, что он... Хм, я ему передал пистолет этот, очевидно, это неправильное решение, лучше уж... Хотя я решил плазменной винтовкой пользоваться вместо пистолета, но... Тут прикол в том-то, что некоторые противники значительно лучше получают урон от обычных патронов, нежели от какого-то лазерного или плазменного оружия. Не часто, но такое случается в целом. Да, в любом случае, теперь я веса могу более-менее много нести, поэтому... Поэтому могу позволить себе носить несколько пушек. А где? У него же боевые дробовики вроде как были. Чёрт, я думал бы, что я... Оставил у него на продаже боевые дробовики. А я их выложил точно перед походом на военную базу. Я выложил их в автомобиль, чтобы они не занимали у него веса. Как неприятно вышло. Придётся... Ну, я думаю, парочку возьмём сейчас, мне этого хватит. Вообще, нужно вот от этого дерьма избавляться, чертовски много весит. Я уже не могу взять, эта хрень весит 35, вы понимаете? 35. 35. Динамит мне пока не нужен, набор отмельщиков можно убрать. Караты тоже не нужны. 35 весит одна броня. И надо ли говорить, что она того не стоит? Ну, не знаю, надо или нет, но она того не стоит. Как вы понимаете. Надо избавляться от этого тяжёлого мусора. Конечно, для начала игры это была хорошая штука, но... У нас уже далеко не начало игры. Я так посмотрел в стиме, у меня 40 часов наиграна в Fallout. Так, одну книжку. И что-то я ещё собирался отмычек у него взять. Вот так. Ну и пока... Чуть-чуть денежат. Вообще, книги лишними не бывают, поэтому... Например, вот, Натуралист. 1800. Ещё вот, чем примечательны эти торговцы, у них всегда в инвентаре остаётся... Собственно, деньги, которые потратили на покупки мы. Ну, вы видите, 35 весит и стоит всего 1900. В общем, дерьмо. Беспорядочный набор литературы по химии, статьи молекулярной химии особенно интересны. Их можно только выкинуть. Но я помню то, что вот эта большая химическая книга нужна была в первом фаллауте, чтобы закалить силовую броню. Я полагаю то, что здесь у неё точно такая же функция будет. У большой химической книги, я имею в виду. Так что, возможно, да. Этому тоже продадим. Чёрт. Просто... Просто отвратительно. У меня потрепали, есть стимуляторы. У тебя 77 из 104, не ной. Вот как будет, 40 хотя бы. А лучше 20. Так и поговорим. Да. 1100. За... Такую... Тяжёлую хренотень. Ладно. Похоже то, что... Хотя, на самом деле, я не уверен. Давайте посмотрим. Возможно, у него как в НКР работают полки. Хотя, по-моему, с них просто можно что-то своровать. С этих полок. Чуть ли не весь его... Ассортимент. Хотя я могу и ошибаться. Да, видите, другой. Ого. Броня Тесла. Сколько стоит, интересно. 11000. Я понятия не имею. На самом деле, эта броня Тесла, она лучший... Ну, какие она имеет характеристики. Но, по-моему, силовая броня всё-таки помощнее, чем броня Тесла. Да, это забавная штука, на самом деле. И что у нас тут? Магнитолазерный пистолет. Ну, я полагаю то, что он, опять же, не такой мощный, как плазменная винтовка. А очков действия, вероятно, требует столько же для стрельбы. Так, ну и вот этот вот... Я полагаю, это основной его ассортимент, который изначально при бартере активируется. Да, это он и есть. Ну, всё равно круто, конечно. Хотя, как по мне, можно было и в один этот запихать. Но, единственное, что здесь неудобно, то что три этих... Три всего ячейки с предметами лежит. И, мол, мало места, чтобы всё отображать. Тут у нас какой-то доктор. Возможно, это тот самый доктор, который должен мне помочь улучшить снаряжение. Написано, вы видите морщинистого старика в белом халате. Могу чем-нибудь помочь? Меня ранили. Вы, похоже, врач. Купить лекарства? Кто вы? Я доктор Фанк. Я лечу и учу. Нет, это не тот доктор. А вы знакомы с доктором Холидеем? С Холидеем? Да, я научил его всему, что он знает. Где он сейчас? Он живёт в Брокен Хиллз. Домой отправился, значит, надеюсь, он нашёл там покой. Думаю, да, у меня есть ещё вопросы. Купить лекарства? Опять-таки не думаю, что он может. Сейчас цену посмотрим. 2, 2, 3. Ну, в целом, не очень дёшево и не очень дорого. И ассортимент у него, как видите. И трёх ячеек хватает, чтобы всё разглядеть. Так. Об этом месте что расскажете? Вы пришли по адресу. Вам рассказать длинную историю или короткую? Ну, у нас время есть, так что длинную. Длинная версия такова. Мы, потомки экипажа атомной подлодки Ши Хуанди, которая на Тихий океан обрушилась... Обрушились... Блин. Сейчас. Собрались, собрались. Хватит запинаться. Когда на Тихий океан обрушились ракеты, бортовые системы подлодки вышли из строя, и мы дрейфовали во тьме много дней. В конце концов, нас прибило к берегу, мы оказались неподалёку от развалин Сан-Франциско. Большая часть города была уничтожена войной. Нам и немногим выжившим местным жителям пришлось восстанавливать город. Мы пустили на восстановление все силы и всё, что смогли найти. Теперь у нас лучшие в мире учёные и технологии. Мы возрождаем цивилизацию, но не так, как этот мерзавец-создатель. У меня есть ещё вопросы. Ну, собственно, мне нужно лечение. Дайте взглянуть. Да, это, разумеется, будет стоить денег. Сколько? Сто? Ладно. Забыли. Я не ранен, на самом деле. Хотя нет, ранен. Но это время всё равно пройдёт, если он меня будет лечить. Так что... Кажется, всё, диалоги на этом закончились. Если не так уж и много-то, собственно, он... Не такая уж и долгая вышла история, как он говорил. За это я пошарюсь у него в ящиках. Я так понимаю, то, что эти ящики, они пустые, естественно. Они в основном предназначены, стоят здесь для того, чтобы сам игрок складировал, наверное, своё снаряжение. Но это немного бесполезно, учитывая то, что есть машина. И, кстати, вот такой вот модельки женщин раньше в игре не было. Хотя это какие-то бомжары с грязными штанами. Но это азиаты, очевидно. Вот эти вот все они, в принципе, если не ошибаюсь, азиаты. Такие якудза. Якудза их называют, да. Из золотой... А, долой дракона! Отчёток. Чем вам не нравится дракон? Чувак, ты чё стоишь на проходе? Долой дракона! Иди отсюда! Встал он тут. Ты кто? А ты? Что вам надо? А с кем вы сражались? Это тот, который на ринге был. Он-то дракон! Он неженка, поощряющий слабости. Народ просто стадо овец. Служите самому себе. А так вы плохой? Я не совсем понимаю. Не понимаю смысл диалогов. Он неженка, поощряющий слабость. Так вы плохой. И народ просто стадо овец. Служите самому себе. Окей. Да, именно так. Но, к сожалению, дракон стоит у меня на пути. Наши силы равны. Всего один тренированный боец мог бы склонить чаши весов в мою сторону. Я бы сказал, что я этот человек. Но у меня где-то 20 бой без оружия. Хотя, на самом деле, 55 где-то. Потому что он изначально на таком уровне. И сомневаюсь, что мне дадут силовую броню носить. Я тот человек. Ты умеешь сражаться голыми руками и ногами, не полагаясь на оружие и броню. Ну, это справедливо. И что это за испытание? О каком испытании вообще речь? Я могу, да только зачем? Потому что иначе крестьяне не поднимутся против меня. И мне будет гораздо сложнее запугать их, пока дракон меня превосходит. Начнем испытание. Изучает вас, смотрит на вас, затем бьет вас кулаком по носу так быстро, что вы даже не успеваете отреагировать. Ты ничего не умеешь. А могу я еще кое-что узнать? Ну да, собственно, этого и следовало ожидать. Хотя ловкости у меня 10. Мог бы увернуться. Хочу научиться сражаться, как вы. Научите меня. Научить тебя? Нет, не думаю. Ты слишком хороший и правильный. Пшел вон. Че за... Ну да, хороший, правильный. Теперь в этом мире, видите ли, 1730 кармы. Это что-то плохое. Ну и пошел-то. Еще поговорить с тобой можно? Нет, только вызвать на бой. Ну очевидно то, что... КС, КС. Это раз. КС, это раз. Твою мать. Это раз, КС. Кстати, в этом городе даже двери... То есть, когда ты обычно в город приходишь, то ты пробегаешь персонажем рядом с дверью, и дверь становится вот такой вот невидимой. Но в этом городе, она когда закрыта, дверь все равно видно даже через персонажа, и можно про нее проклацать. И это типа удобно, но это сделано, видите, только в финальной... Одной из финальных локаций в игре, а все остальные двери в игре такие хреновые. То, что их... Вообще нет. Не видно, когда ты пробегаешь, и это может иногда доставлять неприятности. Так, ну и вот очередное у нас Братство Стали. Привет, Сет, чем могу случить? Для начала вы можете ответить на несколько вопросов, чем могу помочь, откуда вы знаете, кто я. Мы многое знаем. Ладно, кто вы такие? Мы полувоенная организация, известная как Братство Стали. Хорошо, а чем же вы занимаетесь? Когда-то мы были единственным оплотом науки и техники, оставшимся на планете. Мы основали что-то вроде полиции и технологий. Мы хранили в тайне старые знания и очень неохотно делились лисеями с чужаками. И уж, конечно, только с теми, кого считали достойными и достаточно мудрыми для правильного их применения. Вы сказали когда-то. А теперь, несколько месяцев назад мы наткнулись на группу, известную как Анклав. Мы были крайне удивлены тем, что их уровень науки и техники превосходил даже наш. Нас это весьма обеспокоило. Мы думали, не связаться ли с ними. Тем не менее, мы решили действовать осторожно, пока точно не выясним, что же такое Анклав и какую цель преследует эта организация. Для этого мы расконсервировали несколько маленьких изостав неподалеку от области повышенной активности Анклава, откуда могли спокойно наблюдать за его людьми. К настоящему моменту заработали наши посты в Дыре, НКР и здесь, в Сан-Франциско. Ну, собственно, все их мы видели. Любопытно, что вам удалось узнать. Мы обнаружили, что Анклав активно торгует наркотиками, оружием и рабами. Однако, это всего лишь мелкие делишки, подготавливающие почву для какой-то большей цели, которую нам не удалось выяснить. Мы все еще наблюдаем за ними. Постой, зачем вы рассказываете все это мне? Вы сдох. Анклав разработал технологию производства винтокрылов, летательных машин, на которых они умеют собираться в клуб пустоши. Если Анклав готовит вторжение, то без аналогичной технологии братство не сможет его остановить. Нам необходимо научиться или делать винтокрылы самим, или эффективно противостоять им. Недавно Анклав основал базу на севере отсюда, в Наварра. Она используется как аэродром для дозаправки и ремонта винтокрылов. Я уверен, что на такой базе должны быть полные технологические чертежи винтокрылов. Все, что мне нужно, чтобы кто-то проник на базу, украл чертежи и принес их мне. Дайте, выгодай, вы хотите поручить это дело мне? Я буду откровенным, Сет. Братство стали уже не то, что когда-то. Мы верили, что мы единственный источник технологии оставшегося у человечества. Уверенные в этом, мы годами сидели сложа руки, и Орден постепенно пришел в упадок. Сейчас у нас не хватит сил, чтобы сразиться с Анклавом. Нам нужна ваша помощь. Я делаю вам такое предложение. Выполните для меня это задание, и я открою для вас здешний бункер. Вы получите доступ к лучшим технологиям братства. Что скажете? Какого черта? Наверное, у меня крыша поехала, но я это сделаю. Я подумаю об этом. Окей. Великолепно. Вот что вам нужно сделать. Идите в Наваро, проникните на базу и заберите чертежи винтокрылов. Принесите мне чертежи. Хорошо, но вот только как не выполнить такое задание? В конце концов, там же военная база. Базу Наваро открыли сравнительно недавно. Она еще не полностью укомплектована людьми. Мне известно из достоверных источников, что к ним время от времени присылают новых рекордов. Возможно, вы сможете притвориться новобранцем, если придете на базу один. Я бы предложил этот способ. Ваши соратники смогут подождать вас тут. Ясно. Вы упомянули достоверные источники. Что за источники? Я отправил одну из наших сестер на разведку недавно. Она перестала выходить на связь. И мне остается только предполагать самое худшее. Пожалуйста, будьте осторожны, сэр. Мне меньше всего хочется посылать людей на смерть. Спасибо за предупреждение. Я постараюсь. После успешного завершения задания я предоставлю вам доступ к нашему здешнему бункеру. Но чем быстрее задание будет выполнено, тем лучше. Спасибо. Ага, пока. Ясно дело, но я хочу спросить еще кое о чем. Почему в округе о вас никто не говорит? Эта база существует здесь много лет, поддерживая ее на минимальном уровне с минимумом персонала, никогда не привлекая к себе внимания. Мы стали незаметными. Мы не трогаем ши, они не трогают нас. Пожалуй, я понимаю, что вы имеете в виду. Незаметная? Вот это вот незаметная? А в хабе, которая хрень... Или как? В дыре. В дыре, которая хрень. Незаметная. Там одни лачуги раздолбаны. И вот такая вот конструкция. Наверняка кто-то пытался проникнуть внутрь из местных криминальных жителей. Убить там охранника и все такое. Это они говорят незаметно. Почему у вас здесь только один человек? Слишком много людей в одном месте привлекает к себе внимание. Один человек в многолюдном городе менее заметен. Хотя, ну, на самом деле, прикол-то в том, что нам вот говорят, типа, Сан-Франциско, и я могу его весь оббегать, и тут в сумме на локации, ну, человек 100 может будет. А на самом деле, если по истории читать, то в Сан-Франциско живет там миллион народу, и, естественно, я, типа, не все это осмотреть в состоянии... Ну, то есть, очевидно, что в рамках игры этот миллион, это выражается всего там в четырех локациях, 100 человек, на самом деле. Ну, и, судя по всему, все вопросы, собственно. Ну, и понятно, почему он, собственно, не стоит в силовой броне братства, опять-таки, чтобы не привлекать внимание, лоу. Просто так брамин вышел из загона, короче. Так, что у нас тут? Так, тут у нас какие-то, ну, очевидно, разделывают браминов здесь. Очевидно, ничего интересного мы не найдем здесь. Ну, вообще, город... В городе две организации, вот эти вот ши, это вот эти вот китайцы всякие. Лопен-герой. Толой дракона, остерегайтесь дракона, вы похожи на хаболога. Да? Окей. И хабологи. Ши и хабологи. И вот... Вот это вот кто, на самом деле? Чё-то я забыл. Вот этот хер, который меня отказался. Это... Вы видите гангстера Ши в шелковом одеянии. У него крепкие мозолистые руки. Вид у него опасный и неприятный. Дакон Лопен всё-таки, или дракон? Разве не велел тебе отправиться к дракону и доставать его своим морализаторством? Он подаст тебе руку, а я нет. Уходи. А, ну, окей, могу тогда пойти к дракону. Раз уж этот Лопен, который герой, не хочет меня учить рыбы и водоросли, вот всё, чё-то там. Настерегайтесь Лопена, он опасен. Смотрите, какие глаза. Да что ж такое-то, не успевают читать до конца их реплики. Так, тут доктор, тут я был. А тут у нас что, кстати? Ещё есть одно здание. Я полагаю то, что меня туда просто так не пустят. Ну, или пустят. Ты кто? Мы за тобой следим. Окей. А можно мне сюда? Окей. А, это дороговец. Торговцев мы любим. Так, привет, добро пожаловать в Красный Ружье 888. Я Мэйда Чианг, владелец. Чем могу служить? Расскажите мне об этом месте. Мы живём здесь много лет, но мы не всегда жили здесь. Доктор Панк знает всю историю. Но спорим, вас больше интересует, что мы сейчас сделаем? Угу. Нет, вообще-то мне хотелось бы... Так. Окей. Сейчас мы в основном рыбаки и учёные. Наши рыбаки лают рыбу. Наши учёные работают над проектом, который, по их словам, изменит весь мир. Как изменит мир? Я не знаю. Они не распространяются в своих секретах. Что ещё происходит в городе? У нас в городе есть два мастера боевых искусств. Заклятые враги. Это Лопен, который любит только себя. И Дракон, который любит других. Говорят, что тот, кто победит, определит будущее боевых искусств. Ещё что-нибудь интересное. Так. Ещё вопросы. Ещё оружие. Оружие. Вот так у меня оно есть. И... Опять-таки. У чувака есть бабло. Патрончики. Всякие снаряды-заряды. Супер... Силовой супер-кастет, естественно. Охренительная штуковина. Если ты хочешь, опять-таки, играть милишником. Какой-то лёгкий пулемёт. Но на самом деле... К этому моменту я мог бы уже достать себе бозор. И в лёгком пулемёте не было бы... Никакой необходимости. Ну и давайте по столам тогда его пошарим. Очевидно, что у него их тоже два. Итак. Первый стол. Бартер. Угу. Тут у нас боевая броня, металлическая броня, крёвый пистолет, лазерные винтовки, кувалды и денег больше, чем было в прошлый раз. Окей. Я, по крайней мере, да. Так. И второй стол, я так полагаю, это его первый ассортимент. Да, так и есть. Или 4200 у него и было. Вроде меньше 4200 было. Очевидно, нужно... Очевидно, нужно... Очевидно, нужно... О, Кейси, у тебя почти получилось заблочить меня. Почти получилось. Вот, например, нужно продать. Очевидно. Нужно. Она, правда, не 4200, наверное, стоит, пока у меня здесь... Пока у меня здесь мало репы, на самом деле, лучше вообще не продавать им. Но... В принципе, у них деньги восполняются довольно быстро, вот именно у этих торговцев. О, 6500. Это даже больше, чем я рассчитывал, типа... Чёрт. Мне нужно второй. 6500 за боевую броню. Хорошо, в принципе. Мне нужно ко второму столу, когда подойти. Потому что там хоть патронов можно купить. Всякие. Энерго. Хороших. Так, давай вот так. А потом уже посмотрим, сколько будем отбавлять. Ну, я думаю, то, что мне полезнее всё-таки будут вот эти вот ядерные микрореакторы. Или это... Да, маленькая батарейка. Сколько она стоит? Ё-моё. В принципе... 6200. 7200. Получается 736. Хорошо. Хорошо. Хорошо, неплохая сделка. Да, меня тоже устраивает. 40 тысяч уже есть у меня денег? 41. Хорошо. Да, с деньгами проблем тут, в общем-то, как и в первой части, особо нет. Ну, это связано с тем, что я очень-очень долго прохожу, как вы видите. Собственно, это уже... Сколько я играю-то? Ну, как я уже говорил, я зашёл в Steam и посмотрел. У меня, в общем, наиграно 40 часов. Вот игру. Я не всем понимаю, что мне блочить путь. Долой Лопена. Я не вижу тебя, существо ты. Рыба до водорослей, всё, что у нас есть. Уйди, женщина. Ты местный Кэссиди, что ли, или чё? А, вы видите мужчину Ши, голову до пояса. Я так полагаю, это и есть дракон. Чем могу помочь? Кто вы? Я дракон, защитник народа и заклятый враг Лопена. Мы с ним последние мастера великого боевого искусства. Я тоже не дурно умею драться руками и ногами. Подадите мне это. Попробовать. Это интересно, должно быть выгодно. У меня есть ещё вопросы. Научите меня драться. Ну что же, начнём. О, а это без вопросов вообще. Повторяйте за мной. Ну, по крайней мере, с меня броню не сняли. Это нормально вообще, то, что я делаю? Я вроде как... На сегодня урок окончен. Дракон великолепен, но вы кое-чему научились. Без оружия 71. Ну, я полагаю, что да, мне нужно, очевидно, больше. Так, на сегодня урок научи меня драться. Мои уроки не исчерпываются телодвижением. Господин Тарапыга, обдумайте это и возвращайтесь завтра. Может хоть историю? Я хочу вызвать вас на бой. Кто вы? Дракон изучает вас. К сожалению, я не могу позволить человеку с вашими способностями покалечиться. Да, ладно, забыли. Блин, всю ночь сидел у него тут. Эх. Давайте спать до утра. Хотя нет, наверное, будет... Более продуктивно пойти и отличиться у доктора. И то же время пройдет как раз таки, наверное. Ну, хотя он меньше, чем целую ночь будет меня лечить, скорее всего, но... Я заплачу 100 баков. Нет, все равно спасибо. Лол. Он... Он не это... Он вообще не потратил время. Ну, окей, тогда просто поспим до утра. А Кэссиди он, интересно, вылечил? А Кэссиди не вылечил. Слышь, а напарников ты не лечишь? М-да. Видать, все не так радужно, как хотелось бы. Ну, ладно. В общем, до утра мы поспали. И что, он скажет что-нибудь новое? Тарапыга. Так, научите меня драться. Мои уроки не... Тарапыга. Обсудим это завтра или типа того, но окей. Ну, да, как вы видите, я не смогу пройти здесь ни один из этих квестов. Вот, на самом деле, очень-очень много экспы за эти квесты дают, насколько я помню. Потому что там каждый вот этот бой... Тут нужно ряд боев выиграть, чтобы в итоге сразиться с самым последним. И за каждый бой дается экспа. Но, как я уже сказал... О, Кэссиди. Кэссиди, это два. Это два. Еще раз, Улю, как минимум ты должен, и свою программу минимум ты выполнишь. На уважайте наш народ, он говорит. Или что-то там наш город. В общем, что-то я должен уважать, но уважение нужно заслужить. Вообще, мне нравится ваш город, у вас все двери всегда открыты. Это типа... Приходишь, заходишь в любой дом и даже дверь открывать не надо. Черт. Прям, прям все бы были такие. Мы умнее, чем вы думаете. Окей, окей. Ё-моё. Столько переходов на локации. Сейчас я подойду поближе, чтобы они на карте отмечались, но... Вот так вот, да. Ну, граница карты, конечно, та еще здесь. Не знаю, почему они сделали именно так. Хотя, возможно, это в новых версиях. Карта, типа, не должна, на самом деле, так высоко подниматься. Может, это глюк. Может, так было всегда. От этих бродяг вечно столько шума. Ну да. В общем, довольно... Не такой уж и этот город-то получился. Видно, что он большой. Типа, здесь много зданий и все такое. На самом деле, то, что у них дверь открыта, это минус. Потому что раньше я знал всегда, в какой двери я был, а в какой не был. А теперь... Вот хрен его знает. Во всех зданиях есть. Да вроде во всех. Тут, по сути, два торговца. Да и эти дерущиеся хрены, которые отказываются меня учить. Ну, я думаю, то, что я найду себе здесь занятие. Тут еще две локации, как минимум. Ого. Это забавно. Перешел внутрь какой-то базы. А че? А че это? А че это вообще? Непонятное здание какое-то. Ладно. Где я? А, это хабологи. Не пытайся себе выкинуть какой-нибудь трюк. А как к вашим... А, вот он. Я думал, как пройти к ним. Дверь не заметил. Так, доктор. Доктор, чем могу помочь? Кто вы? Я доктор Вонг. Я руковожу исследованием в этом комплексе. Можно задать вам другой вопрос? Могу чем-нибудь помочь? Чем занимаетесь? Я руковожу научными экспериментами, которые мы проводим здесь. Кроме того, я отвечаю за компьютерную сеть. Что вы планируете? Ну, если я расскажу вам о наших планах, о них станет известно всем. А я боюсь, эти планы пока засекречены. Ладно, ладно, у меня есть еще вопросы. А если я суну вам пистолет под нос и прикажу рассказать мне? Ладно, мы не будем так... Как доступ получить можно к компьютерной сети? Ну, например, можно взломать сеть или подружиться с одним из моих подчиненных. Насчет взлома я, конечно, пошутил. Если бы вы это сделали, я бы послал кого-нибудь убить вас. Он улыбается, показывая, что никого не хотел обидеть. Вы и правда убили бы меня? То есть вы не возражаете, если я воспользуюсь компьютером? Если бы вы уговорите кого-нибудь из моих подчиненных. Но я определенно не возражаю. Отлично, у меня есть еще вопросы. Я не совсем уверен, что я могу вообще получить от этого... От этих компьютеров. Что я должен получить? Работа, работа, работа. Больше ничего не остается. Это... Так, что? Это смешать? Это... Что сделать? Станция отключена. Включить станцию. Здравствуйте, пожалуйста, введите пароль для доступа. Что-то мне подсказывает то, что... Я не смогу угадать пароль. У меня наука, конечно, прокачана чуть-чуть. Но этого явно будет мало. Это уже финальная локация. Тут меньше, наверное, 120 вообще не котируются навыки. 125. Так. Пустоши, приготовьтесь, у нас для вас кое-что есть. О, вы прям... Не скрываете даже то, что вы что-то задумали. Ну и интересно. Так, что тут у нас? Мы за тобой следим. Но пройти-то мне можно сюда? Тут очевидно трон какой-то, блин. Фанаты. Или как там. Так. Вы видите коренастого Ши, который выглядит так, словно он полон знаний. Клево. Чем могу служить? Кто вы? Я Кен Ли, советник императора Ши. Я несу людям мудрость императора. А кто вы? А, это не хабологи, значит. Я спутал. Я хочу увидеть императора. Какой-то лакей переросток. Не каждому дается шанс увидеть императора. Сначала надо доказать свое право на это. Вы сможете? Нет, за последние пару месяцев мне столько раз приходилось кому-то что-то доказывать, что на всю жизнь хватит. Да, великолепно. Вот что мне от вас нужно. На севере отсюда есть небольшая военная база под названием Наварро. Там аэродром для винтокрылов. Нам нужны их чертежи, чтобы мы могли строить их сами. Принесите мне чертежи, и я устрою вам аудиенцию у императора. Окей, окей. Как только вы добудете чертежи винтокрылов, отдайте их доктору Вонг и Дзе. Он... Это одно имя или это два разных человека? Вонг и Дзе. Ну и большая, так что, наверное, это одно имя. Он найдет им хорошее применение. Ну да. Хорошо, у меня есть еще вопросы. Я ищу пропавшее племя. Пропавшее племя, ничего об этом не слышал. Возможно, император знает о нем. А что это за место? Это стальной дворец императора. Сердце Шитауна. А где император? Император надежно укрыт от любопытствующих глаз. Я работаю с ширмой для императора, а потому не хочу сказать и не скажу вам, где он находится. Спасибо, всего доброго. Ну что ж. Вероятно, на этих людей мы и будем работать. Интересно, она меня пустит. Да. Она даже пустит. Но тут, ну, видать, дальше не пустит. Тут, типа, силовой этот. Силовое поле. Его, конечно, можно взломать. Ну, не... Можно и взломать, на самом деле, во второй части. А можно и взорвать. Взорвать или взломать. Кого волнует. Так, что дальше? Возвращаемся. Очевидно, мне здесь не рады. Вот, кстати, о чем я говорю. Смотрите, видите, здесь прорисована локация с этой фигней. А в НКР, например, мы когда пробегали, и экран не двигается дальше. А в НКР мы когда пробегаем, то там просто вообще непонятно, непонятно. То есть, ну, не все проработано в этой игре. Из-за нехватки времени, средств и так далее. Все-таки она вышла всего через год после первой части, но при этом она намного больше контента в ней, чем в первой части. Очевидно, первая часть была таким тестовым вариантом, так сказать. Так, это смешать, это оттитровать. А, это слово оттитровать. Я вот понятия не имел, что это за слово такое. Что вам нужно? А вы кто? Я Чинтигань, руковожу химической лабораторией Стального Дворца. А вы мешаете мне работать. Пожалуйста, уходите немедленно, пока я не позвал охрану. Давай зови их в сторону, старик. Хорошо, я ухожу. Ну ты и ухырь. Так, работа, работа. Чинтигань. Мне не нравится Чинтигань. Так, пустоши у нас кое-что есть. Кассид, почти получилось. Но ты молодец, старайся дальше. Похоже, то, что я тут, кроме как чертежи-то винтокрылов, ничего не смогу украсть. Ну, я имею ввиду Сан-Франциско. Я не помню, какие здесь еще есть квесты. Ну, у хабологов было что-то такое довольно забавное. Но на них работать, по-моему, не стоит. Хабологи они плохие, а вот эти типы, типа, получше чуть-чуть. Хотя, может быть, нет. Столы. Что, мне просто так можно ходить и трогать тут все? Ну, да, конечно, можно, они же пустые. Почему бы и не трогать пустые столы? Супер технологичные чуваки, которые что-то там разрабатывают. У них даже гаечного ключа в столе найти нельзя. Ну, и люди. О, Вик, но тебе не засчитывается это. Это только Кэссидич засчитывает. Великолепные блоки путей. Блин. Че они тут вообще мутят? Че-то непонятное. Ладно. Так. Окей. Валим отсюда. Насколько я понимаю, я тут все обшарил. Да. Невероятно, так и есть. У нас есть еще две локации. Я столы эти обшарил, вот в чем вопрос. У нас есть еще две локации. В Сан-Франциско, которые надо посетить. Там в одной хабологе, а во второй, не знаю, не помню че. Тоже, наверное, что-то клевое. Так. Ух ты, никогда не думал, что увижу Сан-Франциско. Сказал он, находясь здесь уже второй день. Ну, окей. Смотрите, какие глаза смешные, круглые. А, ну да, они же азиаты. А, тут у нас танкер, собственно, да. Тут у нас танкер. Какие-то бомжики. Привет, бомжики. Лучше дома у нас не было много лет. У вас и сейчас нету дома. О, и вода. Смотрите, как клево сделано. Шейдер и все дела. Хочешь поплавать? На берегу валяется здоровенная дохлая рыба и воняет. Мне тут не нравится. Я не вижу, где дохлая рыба здоровенная лежит и воняет. Ты врешь мне, что ли, мелкий упырь? Я тебе могу дать большим металлическим кулаком по голове. Так, ты кто? Ах, морской воздух. Мне всегда нравились волны. Ну, говорю со всеми, потому что неизвестно, какой из этих персонажей может оказаться нужным. Вот ты, например. Нет, он просто ах, морской воздух. А когда-нибудь переедем, мы не сомневаюсь. Почти получилось, как я себе. Хочу поиграть. Мне нравится жить на берегу. Ну и кажется, что да. Нравится жить на берегу. Воспаление легких, туберкулез, все дела. Очень клевые. Очень клево. Перспективы на всю жизнь. Полон рот перспектив. Так, ты меня тошнит от рыбы. Ну, хоть кто-то. И у меня спина болит. Блин, это наверняка какие-то рабочие, типа, вечно недовольные. Хотите рыбьего сока? Из рыб можно делать сок? Вот уж открытие это для меня. Я не знал, что из рыб можно делать сок. Хотя, ну, из всего, наверное, можно делать сок, если у тебя есть блендер и этот миксер. О! О, Кэссиди, давай, 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 давай. Ты, мол, ну, сам, сам отошел, не считается. Сам отошел. Мне его толкать даже не пришлось. Так, хороший день для выхода в море. А на чем, интересно, вы в море выходите? Ну, то есть, понятно, что вот на нем, но нет, не на нем, он не работает. Пока что. Как нам и сказал доктор, только позже. А, меня тошнит от рыбы, бла-бла-бла. Ладно, я вас тут пошарю, если вы не против. На военной базе Сьерра, вот там, где сейчас загородил с собой ВИК, можно было вот эту штуку использовать. Сканер сетчатки глаза. Не работает. Интересно, чей глаз мне нужно приложить? Сомневаюсь, что какого-нибудь этого с военной базы Сьерра подойдет. Генералы или... В любом случае, они лежат в багажнике, там, валяются где-то за монтировкой, я не знаю, или за запаской. Интересно, у меня есть запаска? Так, хороший день для выхода в море. О, смотрите, еще один турист. Да, турист. Я турист. Тошнит от рыбы, всегда нравились волны. Так, ну и, собственно, танкер, это еще одна локация. Довольно крупная, на самом-то деле. Текст. Привет, говорят, император Шини, человеческий умен. Ну, раз говорят, то что делать? На самом деле, очень важны вот эти вот персонажи по одной простой причине. Сейчас покажу, по какой. Не по этой, не по этим причинам они важны. Ой, кишки мои, ой-ой-ой. Что с вами такое? Что со мной такое? Вот что, на прошлой неделе я напился и сел играть с Лао Чу и продул. А допился до того, что поставил свою селезенку, и теперь он ее забрал. Как я без нее? Вы продали свою селезенку? Ну да, продал, пьян был, да и наверняка Лао Чу подмешал мне винт, выпивку. Мне срочно нужна моя селезенка, не дай бог, еще инфекцию подхвачу. Кто ее продул? Я и чья это проблема? Ну ладно, я посмотрю, что можно сделать. Ой, спасибо вам огромное, поговорите с торговцем Лао Чу и скажите ему, чтобы вернул мою селезенку. С торговцем Лао Чу? А кто, кто вообще этот торговец? И куда пошла эта баба? Так вот, о чем это я? Блин, у них не то оружие. У них, короче, должно быть другое оружие. Привет, я Джана, чем могу служить? Мне нужна информация. Жизнь меня научила, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь, и больше никакой информации у меня нет. Хотите посмотреть на товары? Ну давай, еще. Отлично, смотрите. Клево. Куча презервативов, суперемнабор просто так лежит. Окей, я буду знать, по крайней мере, где он есть. Хотя он стоит 2000, это довольно много. И большая научная книга, вот эту вот я возьму. Так. Черт, я из машины не достал. Я так и не достал из машины то, что мне нужно продать. Вот дерьмо. Электроника Дина. Книги, это хорошо. Тем более, что книги по электронике довольно дешевые. Блин, мне всего 1300. Блин, ахрена, есть столько гандонов? 1300, 1300. Ну, на самом деле, это очень легко решается, этот проблем. 1300. Мы делаем вот так. Окей. 1500. 1500. И все довольны. Эта хрень мне в игре, наверное, никогда не пригодится. Я за всю игру 2 максимумы сожрал. Здесь нету локаций типа свечения. Здесь есть радиоактивные локации и все такое. Но... 1755, хорошо. Они того явно не стоят. То есть... Еще что-нибудь отлично, смотрите. Черт. М-да. Нет. Что ж, всего вам доброго. У тебя я вижу 2 стола. 2 стола, значит, 2... Этих. Угу. Вот им. 344 монетки и 13 хреновин, которые я ей продал. Ну, не которые я ей продал. Я ей продал всего 3. О, Кэссиди. Ну, это был номер 3. Все. Программа минимум выполнена. Молодчина. Я уникален, как и все остальные. Ну, окей. Рад за тебя. Естественно, я не деньги у них высматриваю, а, я считаю, более полезное. Но как-то у меня это не очень эффективно. Я просто знаю, что у них есть. То, что мне нужно. Она вообще не хочет со мной говорить. Я не могу почему-то... А, я на шахту, потому что указываю муко. Угу. Вот, собственно, то, что мне нужно. Естественно, здесь, если меня поймают, то надерут задницу. Естественно, у меня нихрена не работает скрытность. И этот... Воровство не прокачено. Но... Халявный гаус-райв, знаете ли, халявным не бывает. Я, кстати, внезапно понял то, что у меня очень тихая игра. Я не знаю, может силовую броню снять, но тогда у меня места в инвентаре не будет. Так, мы сделали это. Сохранились. Стоять! Женщина! Чёрт, ты не... Неудачно. Стоит и патрончики тоже. Вещи нужные. Мне просто хочется услышать, как трещать твои кости. Ну, блин. А ещё, знаете, прикольно. Вот она меня на воровстве в тот раз поймала, и при этом не выстрелила из этой гауски, а просто... А просто, типа, я хочу услышать, как твои кости трещат и всё такое. Я не знаю, потерял ли я эту карму, точно, чтобы смотреться. Но, поверьте, оно того стоит. Ну, казалось бы то, что плазменная винтовка по всем показателям выигрывает, но... 50 дальнобойности... Да, единственная проблема это патроны. Эти патроны достать... Ну, на этом танкере можно, можно ещё в некоторых местах. Но теперь можно смело выкинуть вот эту вот пуколку и, собственно, снайперскую винтовку, которую я, похоже, уже выкинул. Куда я делал снайперскую винтовку? Может, продал ненароком. И мне нужен ещё один такой, чтобы отдать его Кэссиди. Вот проблема, на самом деле, в том, что, как я уже сказал, под патроны... Патронов довольно мало. К этому Гаусс Райфу. А куда я 12 штук делал? В машину, наверное, засунул. Ну, да ладно. Ничего страшного. Что-то я ему передать хотел. На. Может, он хотя бы ей будет пользоваться? Ну-ка, у него есть патроны для этой лазерной пушки? Есть. Просто он может пользоваться вот этой винтовкой Гаусса. Кстати, я не уверен, возможно, она... Не, ну... Какова вероятность, что винтовка Гаусса будет... Лёгким оружием, а не энергооружием? Ну, по-моему, это нелогично. Нифига. Плазменный пистолет. Серьёзно, плазменный пистолет? Ну, ладно. Выбор твой, типа. Хотя не. Иди в жопу. О, правду говорю. Пошёл ты в жопу. Плазменным пистолетом он будет расстреливать мои эти... Микроядерные батареи. Ну, перни мне его. Плазменную винтовку, главное, он не хочет брать. А плазменный пистолет, это пожалуйста. Я не знаю, может быть, он считает то, что это лучше, чем... Снайперская винтовка, лучшее оружие. Ну, как скажешь, чувак. Как скажешь. Выбор твой. Найду тебе ещё один, собственно, Гаусс. Гаусс Райф, по-моему, называется эта штука. Гаусс винтовка М-72 разработали в Германии. Снаряд разгоняется электромагнитным полем и пробивает практически любое препятствие. Дальнобойность, точность и мощность этого оружия не имеет сравнения ни с чем. Видите? Ну и патроны у него очень крутые. Я не знаю, на других патронах есть, как в описании. Саня, видите, изменение КБ 0, СУ 0, изменение урон 1 к 1. А тут какие-то другие цифры. КБ 30, 20. Ну, КБ это класс брони. СУ это... СУ... Не знаю, что такое СУ, но это очень крутые патроны. Как вы можете понять. Вот это тоже 0, 0, 1, 1. А там 3, 2. Не знаю, что это значит. Но очевидно, что это значит, что эта хрень крута. Не знаю, что вам еще надо. И я забыл, у кого я шарил, а у кого не шарил. Вот в чем проблемка. Так, шарил ли я у тебя? Может быть, я шарил у тебя. А у тебя я шарил? Черт. Не у всех. Не у всех такая... О, пушки. Называется пушки. Хорошо. Кстати, это не тот, случайно, торговец, которому продали. А что это? Это твой охранник, типа? Давай я и у него пошарюсь. Не, у него там дробовик какой-то. А у тебя можно пошариться? Торговец. Так. Доброго вам дня, сар. Чем могу помочь? Мне нужна информация. Я не торгую информацией, я торгую оружие. Хотите взглянуть на товар? Давай. Думаю, вам понравится ассортимент. Оружием, да? И... Оружие? Ганс? И у тебя из оружия шило? Я не знаю, даже монтировка, по-моему, не относится к оружию. Надеюсь, скоро придет новая партия товара. Ну, я не знаю, может, типа, вот, если я к столу подойду, то ты мне предложишь какой-нибудь ассортимент получше. Потому что то, что я вижу сейчас, это чертовски скудная хрень. Ты пока самый убогий торговец из всех, что я видел в этом городе. Может, к этим можно подойти ящиком? Нет. Ну, окей. Кусок бесполезности какой-то вообще. Ну, тут видно то, что зажиточные люди живут, потому что у них у всех есть деньги, стимуляторы при себе. Еще они любят смотреть в стены. Типа, ну какой незажиточный человек будет смотреть просто так в стену? Так, что у нас тут еще? Самая проблема, это то, что, типа, хрен его знает, кого ты уже осмотрел, а кого нет, они все одинаковые. Вот ее я осмотрел. Она выглядит как та, у кого я украл вообще гаусс-вунтовку. И, по-моему, это она и есть там. Да, 200 монет было. Так. Да, давайте сходим. Селезенка какому-то доктору, селезенку. Этот квест, если я не ошибаюсь, если его долго не выполнять в течение, там, двух или трех дней, то он все-таки откопытится и квест будет провален. И, ну, типа, без селезенки я слышал, что жить можно, но, наверное, учитывая, как у него вырезали ее... О, кстати, с тобой я не говорил. А, ты кто? А, он громко рыгает. Что надо? Рыгнуть. А, кто вы? Я барсук, у меня была своя рок-группа, вздох, назвали себя там мы тлеем. А теперь я компьютерщик в Сан-Франциско. Что именно делать с компьютерами? Ну, скажем так, я специалист по извлечению информации. Что это значит? Это значит, что я могу найти данные, которые нужны. Ясно, клево, у меня еще вопросы. Расскажите о танкере. Об этом надо говорить с Марком или с Кэпом. А где найти Марка? Марк обычно сидит внизу в баре. Спасибо, у меня есть еще вопросы. А о танкере, а где найти капитана? Капитан обычно на мостике. Это надо подняться вверх по лестнице из баров. Чем занимаетесь? Я местный компьютерный гений. Что именно делать? Или что это значит? Ничего, классный рыгтай. Ну-ка, рыгает в ответ. Он истаргает из себя еще один рык. Рыгнуть громче. Он снова рыгает, превзойдя все ваши возможные достижения в этой области. Гром стоит до небес. Проаплодировать. Великолепный диалог. Просто... Просто лучший. Такс. Ну что, тут есть у нас еще пару необворованных людей. На самом деле, конечно, эти патроны, они появятся и у торговцев со временем. Типа, я не знаю, с каким временем, правда. Поэтому, пока есть возможность, попробуем сделать это сейчас. Вот у него, по-моему, точно были. Нет, значит, у него точно были. Какие-то вообще, кстати, это бомжи. Обычно у тех, кто там стоит. Ага. Хорошо. Хорошо. Бар закрыт. А че так? Бармен по прозвищу Жерть. Это же не из-за того, что я что-то у тебя спер, там, у твоих друганов или типа того. Надеюсь, что нет. Хотя он это и видел. Но бар закрыт, так бар закрыт. Я полагаю, бар закрыт, потому что время 8 утра. Ну да, бар, наверное, открывается ближе к ночи. Или типа я такой плохой-приплохой, что для меня бар закрыт. Не лагай, игра, пожалуйста. Особенно, как вчера. Это был бы уже четвертый Вик, это Кэссиди. То есть, это не входит в наши планы. Так, ну тут у нас проход... Вниз. Он нам пока не нужен, этот проход вниз. Пока не нужен. А может быть и понадобится в дальнейшем. Да что ж такое, это как на эту лестницу подняться. Вот так вот. Эти ши такие смешные. А ты смешная? Нет, ты не смешная. Ты была бы смешная, если бы у тебя было пару ушек. Нужных мне. Так, ну это капитан, насколько я понимаю. Сначала, конечно, мы у него поворуем. А потом поговорим. А какого черта вам тут надо? Я не говорю ни с кем, кроме моих друзей или просто хороших людей. Сперва сделайте что-нибудь для моих парней, и уж потом возвращайтесь ко мне. Хм. То есть, надо найти селезенку бомжа, да? Вернее, пьяница и алкоголика. Ну, клево, че я могу сказать. Так, добро пожаловать в Посейдонет. Пункции этого терминала ограничены связью между одним танкером, СКП, Бальтес и причалом. Введите команду. Проверить состояние. Топливные баки пусты, груз на борту отсутствует, навигационный компьютер неисправен, швартовы закреплены. Ладно. Навигационный компьютер исправить я уже могу, на самом деле, как вы понимаете. У меня есть из зубдежища 13 или 15, не помню точно, чип навигационный. Я его с собой всегда ношу, потому что он 0 весит. Вот этот вот. Он так и называется. Частицы навигационного компьютера. Судя по виду, это должны части, должны устанавливаться внутрь машины. А тот факт, что на них написано Посейдон Оилл, и навигационный компьютер подсказывает вам, что они подходят для навигационного компьютера компании Посейдон Оилл. А там Посейдоннет. Так что да. Селезенка, значит, да? Ну что ж. У кого там селезенка-то? Сан-Франциско. Навигационный компьютер неисправил специальную часть для работы. Вот оно как. Это я уже получил задание. Получать ши необходимы чертежи, танкеру необходимо топливо, достать селезенку чипа, достать чертежи винтокрыла для братства. Слышь, а куда вставить надо навигационную хрень? Мне нужно топливо. Тут все топливо уши. Я могу заглянуть в их главную машину и проверить. Правда? Да, но не за бесплатные. Какова цена? Не за деньги. Моя девушка заблудилась где-то на танкере. Найдите ее, я отплачу услугой за услугу. Ясно, еще увидимся. Ну что ж. Ну, заблудилась она, естественно, внизу. То есть мы это знаем. Я поделюсь своей подружкой, если ты поделишься своей. О чем речь? Ну-ка. Ник 9 надул нас, и у нас тоже надует... Вас тоже надует, если вы ему позволите. Ник 9 это хабологист. Как вы помните, в НКР я мог бы стать тоже хабологом. Ну, таким... Ой, фух, слава богу, эти лаги длились недолго. А в церкви, если вы помните, мне предлагали... Ну, там, это... Последователь хабологов предлагала мне стать тоже хабологом. И я бы мог, собственно, это сделать. Ну, давайте сходим сейчас вот в эту зону, во вторую. Как раз-таки к хабологам. И... На этом закончим. Что у нас тут имеется? У нас тут доктор. О, свежее мясо! Кто ты что-то тут делаешь? Я гуляю, не ваше дело, хочу присоединиться к хабологам. Но... Нет, кто вы? Что вы тут делаете? Я Гарри, главный... Ракета техник. Я просто гуляю. Ты не принадлежишь... Братству, и поэтому не можешь здесь находиться. Разве что ты хочешь присоединиться к нам. В таком случае, скажи об этом не всем. Он стоит у хода. В общем, либо спускайся по ступенькам, либо валяй отсюда. Хорошо, не нужно раздражаться. Чем могу помочь? Кто вы, чем вы здесь занимаетесь? Кто вы? Я Дэйв Хэнди, я из Канады. И какая у вас работа? Я объясняю этим типам, как обращаться с данными и целый день отвечая на дурацкие вопросы. А ты сможешь ломать базу данных ши? Какие именно дурацкие вопросы? Ну, например, интерфейс моего терминала тормозит и плохо продуман. Я думаю, это ты виноват. И все в таком роде. Понятно. Похоже, с этими ребятами не соскучишься, а у меня есть еще вопросы. А чем могу помочь? Ни за что, спасибо. Какой-то странный диалог. Очевидно забагованный. Очевидно забагованный. Кто вы? Какая у вас работа? А ты можешь сломать базу данных ши? Думаю, я смогу, но только если у тебя есть определенное задание. Перекачать топливо на посейдонский танкер. Я могу это сделать, но для этого мне нужен повод. А повода у меня нет. Извини, еще что-нибудь? Да, у меня есть вопросы. Какой-то погованный чувак, короче. Но я надеюсь, что в дальнейшем он будет получше. Итак, ты. Что нужно? Я хочу осмотреться. Я хочу понять, имеет ли смысл присоединиться к вам. Великолепно. Заходи. Заходи, заходи. Поговори с Хуаном Крузом. Хуан Круз и Вики Гольдман. Они знаменитости. Ну, ты знаешь. Но они говорят с тобой. Хуан Круз и Вики Гольдман. Это типа Том Круз и... И кто там? Я не знаю. Вот это второе имя. Это какой-то женщина. Они, короче, саентологи. Да, саентологи. А это хабологи. Ну, короче, Степ такой. О, знаменитости. Кто они? Они звезды из Ньюрина. Они увидели истину в нашей проповеди. И пришли, чтобы очистить свои нейроны. Где их найти? Их можно найти в Молельне. Они там демонстрируют нашим новым рекрутам. И сомневающимся, как это здорово быть хабологом. Покажите их мне. Что? Просто... Просто вот так. А, все. Открыли мне дорогу. Хорошо. Естественно, заглянем в каждую комнату. Привет. Ты кто? Веди себя прилично. Я тут в компе пошарюсь. Ты не против? Ничего не дает. О! Вик. Это уже какой? Пятый раз? Ну, ты молодец, молодец. Держишь марку. Так сказать. Хм. И что? Просто так ящики. И никто не видит то, что я могу их вскрыть. Ну, давайте посмотрим. Ну, они, естественно, пустые. Блин, это... Это нечестные. Хотя вот яблочко лежит. Это просто нечестно, то, что они... Ого. А че это с ним? Фонарик. Фонарик выглядит как флайер этот. Ну, и столь же бесполезен, я полагаю. Но, по крайней мере, если мне понадобится для чего-нибудь фонарик, я знаю, где его достать на базе хабологов. Так. Где я тут еще не был? Столовка какая-то. Тут у нас... Ох ты, сколько ящиков. И я полагаю, то, что они все пустые и бесполезные, да? Вот по-любому так и есть. Так, хорошо. Ну, блин. Вероятность, конечно, найти что-то путнее в этих ящиках равна примерно нулю. Ладно, я думаю, то, что на обратном пути я их обшарю. Прей. Прей. Хм. Что-то подобное было в... Первой части, в церкви, где сидел создатель. Большой черно-белый экран, сигнал достаточно хороший, учитывая отсутствие антенны и то, что на экран установлен внутри помещения. Только он пишет Прей. Это Прей, если не ошибаюсь, это что-то вроде грех, в слово. Так же, как и Син. Ну, только это Прей. Так что... Да. Где там эти знаменитости? Судя по всему, вот. Вы видите сверхъестественную цветущую пару. Гольман. Не трогай ничего, что трогать не положено. Ну, давай. Приветствую вас, новообращенные. А я Вики Гольман. А я Хуан Круз. Мы знаменитости, как вы уже знаете, мы думаем, что Хаббология это верный путь. Мы знаем, что Хаббология это верный путь. Я могу поджарить жуков силой мысли. Я классно выгляжу в шляпе из фольги. Возможно, если вы будете много работать над собой, то сможете присоединиться к нам, нам это очень понравится. Да, мы всегда рады новым друзьям. Если они стремятся к развитию своих способностей. И какого же высокого ранга, что и мы. Мы оба уже имеем ранг Ник 5. А когда-нибудь и вы, возможно, станете Ник 5. Если вы пожертвуете много денег, вы станете Ник 5 намного быстрее. Но не думайте, что нам нужны от вас только деньги. Нет, мы хотим помочь вам. Именно поэтому и посвящена Хаббология. Все? А теперь с ними поговорить можно? О, привет, я Хоан Крус, она... А я Вики Гольман. Вместе мы знаменитости, и мы поддерживаем Хаббологию. Вместе просим иметь в виду, что любое сходство между нами, людьми или учреждениями, живыми или мертвыми, является чистой случайностью. Ну да, саентология. И там Крус... Ну да, в общем, мы поняли знаменитости. А чем вы знамениты? Почему? Вернее, почему? Ну, мы снимались в кино в Нью-Рину, мы снялись в сотнях фильмов, многие из которых стали классикой. Например, Сдобные попки, Игривый бизнес и Дни резины. Это и сделало нас знаменитостями. Здорово, в конце концов, соотнести лица с именами. Да, кому я сделал до того, что вы поддерживаете? Разве не надо думать своей головой? Она бесцветный ледяной взгляд. Спасибо. У меня есть несколько вопросов. Разве не надо думать своей головой и не позволять знаменитостям решать за меня? Он. Это очень предусмотрительно с твоей стороны. Она. Очень разумное решение. Он. Мы предлагаем людям наши мнения. И если знаменитости могут привлечь больше верующих, мы с радостью пользуемся этой возможностью. Я хочу присоединиться к вам. Ну что же, это очень просто. Мы только дадим тебе этот информационный голодиск. Она. Ты посмотришь коротенькое кино, а потом поговоришь с Никсем. Не правда ли просто? Давайте так и сделаем. Это было не так уж и страшно, правда? А теперь пойдем и поговорим с Никсем и станем собратьями в Охабологии. Я в таком восторге, когда к нам присоединятся новички, у меня возбуждены сексуальные неродины. О, дорогой, о, детка. Я, пожалуй, зайду позже. Да. Они мне дали голодиск, да? Давайте почитаем. Что это? Военная база, журнал, город убежище, учения хабологов. Добро... Семь страниц, е-мое. Ну ладно, давайте дочитаем это и закончим видео, наверное. Добро пожаловать на диск... Нет, не будем это читать. Давайте. Давайте мы не будем это читать. В следующей серии почитаем. Начнем с этого. В следующую серию замечательную такую. Я так полагаю, что это Никсем. Мне можно сюда? Мы закон хаба, не нарушай его. Хаба? Ну да, помню, такой в первой части город был хаб. Итак, Ник 9. Великий и ужасный, слушайте, а что ты жалящий своих софлюмяников? Мне говорили, их привезли сюда на летучих кораблях. У меня много вопросов к вам, Ник 9. Обрати свои вопросы к Ник 7. Я же Ник 9. Великий и ужасный. Меня... Итак, дел пойной. Не отвлекай... Полно меня. Не отвлекай меня. Не хочешь отвечать, не ответишь моему стволу. Ладно, ладно. Черт, это было бесполезно. А кто такой Ник 7? Где он? Я вот... Ник 9-то я быстро нашел. А вот Ник 7. Вероятно, ты очень занят своей работой. Интересно, что стало с Техасом. Так. А, да, что надо? Кто вы? Я Крокет. Я ученый-игроремонтник. Могу теперь вернуться к своим делам? Нет, у меня есть еще вопросы. Чем вы занимаетесь? Я разрабатываю новые технологии и получаю от сектантов свою долю. Если вы понимаете, о чем я. Так мы не хаболок. Эти ребят ни черта не понимают внуки. Я помогаю им создавать экстравагантный имидж в обмен на приличную зарплату и отдых в женском обществе. Клево тут и устроился. И какую новую технологию вы разрабатываете? Посмотрим. Я построил ядерный реактор для космического корабля. Я придумал, как усилить силовую броню. И чиню, что-то сломалось. Я хочу, чтобы ты закалил. Вы можете усовершенствовать силовую броню? Да, могу. А что вы мне дадите взамен? Жизнь вашу. Я заплачу. Отлично, это будет стоить 10 тысяч монет. Деньги вперед. И никакого бартера. Мне нужно какое-то новое оборудование. Это возмутительно. У меня нет таких денег. Ладно, вот, пожалуйста. Тут прикол в том, что я когда в Навара пойду, а я пойду туда довольно скоро, потому что в этом городе похоже то, что без чертежей винтокрылов вообще хрен получишь какие-то дополнительные миссии. Я там сразу же найду улучшенную силовую броню от Анклава. Ну, в принципе, чё мне жалобиться-то на деньги? Оставьте её здесь на денёк. Я всё сделаю, пока вы не ушли. Сразу скажу, что материалов у меня только на два комплекта. Ясно дело, у меня есть ещё вопросы. Я скоро вернусь за бронёй. Он снял с меня броню. Ну, самое приятное, это вот это вот на самом деле. В данной ситуации... Вы не можете это взять, ваше снаряжение имеет максимальный вес. Ладно, я загружусь. Летучие корабли. Наверное, ты имеешь в виду Анклав и его винтокрылы. По-моему, так. Поверь мне, дитя, ты имеешь в виду Анклав. Хорошо, как мне его найти? Анклав пережиток прошлого. Нейродин, который пока ещё не настроен. Его тайные базы разбросаны по всем осколкам того, что когда-то было Калифорния, и самая сильная его твердыня находится на западе за морем. Как мне туда попасть? Это, дитя моё, тебе придётся выяснить самостоятельно. Спрашивай, и откроется тебе. Очень полезно. У меня есть ещё вопросы. Откуда вы всё знаете? Дитя моё, я нигде, ведь я знаю о многом, что происходит в материальном мире. У тебя есть ещё вопросы, я могу снова заняться медитацией. Твою смерть... Ладно, нет. Да, я загрузился, потому что мне не жалко 10 тысяч, тем более, что могу их украсить спокойно. Мне время жалко. Мне нужно селезёнку чувака искать. Я боюсь, что если я сейчас день просто просплю, пока буду ждать свою броню, так и будет, потому что я без брони ничего не смогу сделать. Я свою силовую броню продал. Так что... Ну, не силовую, а этот... Боевую броню я свою продал уже. Так что силовая мне нужна точно. Кстати, торговцы? Местные торговцы, что ли? Хорошо вооружённый охранник. Не похоже, что вы торговцы. Вы охранник. Я тебя настрою, если будешь плохо себя ввести. Что значит настроишь ты меня? Какие они странные. Блин. Каждом этом пошариться теперь надо. Да. Видать, это будет бесполезно. Ладно. Это, очевидно, будет бесполезно. Всё пусто. Хотя наверняка в каком-нибудь там столе в углу лежит что-нибудь полезное. Но, вероятно, что не факт. А где Никсем? Вот в чём вопрос. Никсем это, наверное, то, что на входе стоит, да? Который пропустил нас сюда. Я же всё здесь обшарил. Вроде как всё, у них всего один уровень. Итак, Никсем. Никсем, да. Да-да-да, конечно, я могу вернуться к вам позже. Чёрт от зала, сумасшедших сектантов надо вбить в землю по самой уши. Перед тем, как ты поистине вольёшься на шриды, мы должны произвести начальные дзета-сканирования, первичную настройку нейронов. Приступим? Конечно, начнём. Ну, не думаю, что мне от этого хуже будет. Урок один. Здесь у нас Вечность, а где-то здесь Кветсель указывает на что-то. Твою мать, хрень какая-то. Мы устроили некоторые из самых грязных твоих нейродинов. Устранили. Теперь тебе присвоен ранг Ник-1. Ты готов присоединиться к нашему благому делу? О, да. Он улыбается. Ты не пожалеешь. Ты можешь осмотреть наш комплекс СОО. Так ты знаешь, как обращаться с оружием. Ты хочешь сражаться у славы великого колеса? Да. Фактически, лидер бродяг с танкера это неизлечимый кусок сырого мяса по имени Барсук. С его смертью они примут нашу позицию. Ты уберёшь его? Он мне ничего плохого не сделал. С чего мне его убивать? Возможно, ты передумаешь, если... Так, дай мне знать. Итак, чем хаб может помочь тебе, рекрут? Мне хотелось бы кое-что выяснить, где достать топливо для танкера. Неизвестно, что уши есть. Получается, стендер на горючего. Может быть, ты сможешь украсть топливо у них. Мысль. У меня есть ещё вопросы. Где бы мне узнать значение всех этих слов, которыми вы сыплете? Просто открой голодиск, который тебе дали Хуан и Вики, и посмотри словарь. Когда отлетает ваш корабль? Когда хаб пошлёт нигде ведь в тени, мы уйдём с этой планеты и присоедимся к нему в его божественной славе. Ага, восславим колесо или что там? Восславим. У меня есть ещё вопросы. Ничего, спасибо. Насколько я понимаю, я стал хабологом. Вот уж не знаю, как это отразится на самом деле. Ну, кармы, как вы видите, я уже потерял. При этом не получил опыта. Но, я думаю, ничего страшного, что я ранг ник один имею, нету. Или из-за того, что я хаболог, со мной теперь будут как-то плохо... Второе лицо в секте. Со мной как-то плохо будут теперь некоторые обращаться. Вот уж не знаю, возможно, эти не будут со мной работать. Ши. Ну и да, я это багованный чувак. Чем могу служить? Для начала нам нужны чертежи винтокрылов, чтобы убедиться, что мы правильно сделали аэродинамические расчёты. Это может достать их у Ши или на той старой базе Навара. Хорошо я это сделаю. Ну и да, хабологам тоже нужны винтокрылы. Единственное, что я не знаю, вот эти вот Ши, они будут вообще хоть как-то реагировать на то, что я хаболог? Потому что если да, то ну и в жопу эту хабологию. Не сильно там... Блин, это танкер. Танкер, наверное, не будет реагировать на то, что я хаболог. А вот эти парни вполне... Могут. Вполне могут. Ммм... Сейчас посмотрим. Как он? Он же уже дал мне задания, вроде как, эти... Так, помните, чертежи следует принести доктору Вонг и Дзе. У меня вопросы... Поговорить с императором. Почтительнейший напоминает, что пока вы не принесёте чертежи доктору Вонг и Дзе, я не смогу устроить вам аудиенцию терминатора. У меня есть терминатола. Император. Ладно, вроде как ничего плохого в том, что я хаболог нету. Надеюсь, что никак не отразится в дальнейшем. Так что, да. Ну, а начнём мы с того, что селезёнку будем искать в следующем видео. Он у какого-то торговца, и я здесь на главной улице всего двух торговцев видел. Так что, если вам понравилось, вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании, мне нужно вступить. Ну, а... Ух, никогда не думал, что увижу Сан-Франциско. С вами был Сэт, и... До свидания.